Калифорния бушует в огне. От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров, сообщают местные издания. Пожар, которому присвоено название Тик-Клещ, уже распространился на площади свыше 5 тысяч акров, это более 2 тысяч гектаров в округе Лос-Анджелес. В борьбе с огнем принимают участие около 500 пожарных, 4 вертолета и 4 противопожарных самолета. Как сообщает издание РБК, под угрозой уничтожения оказались и дома различных знаменитостей. Разрушительные лесные пожары в американском штате Калифорния бушевали в прошлом году. Тогда погибло около 100 человек. Еще тысячу считаются пропавшими без вести. Пропали без вести. Вот их не признали, что они сгорели. А написали пропали без вести, когда все пропало и никаких следов от человека не осталось. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Пожары нанесли огромный экономический ущерб, который предварительно оценивается примерно в 3 миллиарда долларов США. И уничтожили более 10 тысяч домов. Друзья мои, вы видите, да, пожары в России, пожары в Калифорнии, в Соединенные Штаты. Но один почерк. Вы понимаете, что это люди, которые стоят наверху. Вы будете говорить, что нет никакого мирового заговора. А вот он здесь вам налицо. И там, и там, и там, и там везде одно и то же случается. Дано указание. Пожары. И вот эти пожары по всей планете у нас идут. Дано указание. Наводнение. Даешь наводнение. И наводнение пошли. Цунами или просто наводнение идут. Даже там, где просто речки протекают. Ну, а прорыве дамбы. И говорить не стоит. Дамбы будут рушиться и рваться. И, конечно, американцы бегут из этого горящего ада. А куда россияне побежали? И здесь хоть они более-менее подсчитали, что тысячу пропали без вести. Сто человек сгорело. А у нас как подсчитали в Сибири? Нам говорили, что горит там, где нет сел. Но мы также в марте видели, я делала репортаж, видеоролик есть на эту тему, что в марте как раз горели пустынные степные села, где нет деревьев, где гореть-то нечему, где, брось окурок, ничего не случится, потому что гореть там нечему. Однако же выгорели именно дома. А вокруг степь осталась степью. Понятно, что кто-то применяет специальное оружие против людей. Специальное лазерное или не лазерное, то, которое поджигает, лазером поджигают дома. Точечное подожжение домов происходит. Поэтому и горят-то в основном дома, машины горят, но деревья рядом не горят, как мы видели с вами из многих-многих снимков, которые были в интернете на эту тему. Да, Калифорния, видите, один раз горела год назад, сегодня горит тоже. Значит, это кому-то надо. Значит, кому-то нужно, чтобы в Калифорнии, чтобы вообще по Соединенным Штатам прошла волна нестабильности, волна, когда люди теряют почву под ногами. Поэтому заговор есть заговор. Он никуда не денется от нас с вами. Хотите, вы верьте в него, хотите, не верьте. Но это, конечно, уже ваше дело, друзья, верить или не верить в теорию заговора. Я не то что верю, я ее вижу, что она существует. Что такое теория заговора? Это когда люди, которые управляют народами на земле, договариваются, что вот нужно полмира сжечь, опробовать вот это самое оружие нужно на мирных жителях. И его начинают опробовать. Сначала в одном месте, потом в другом, потом в третьем. Люди как люди. Любят деньги. Ну так это всегда было. А народу это преподносит, как халатность людей, когда они идут в лес на пикники, особенно в марте, когда в Иркутской области в марте горели дома, а вокруг ничего не горело, то в лес на пикники как раз то самое оправдание, которое давали в изданиях и в СМИ. Поддержать американских братьев, а люди на земле все братья, поддержать их, выразить моральное сочувствие, это наш долг. Но и в России так же все горело, но мы сами себе не выражали сочувствие, мы сами себе не выражали и не пытались помочь спасать. Были какие-то смельчаки, парни, которые одни бросались туда тушить пожары и тушили, и довольно эффективно, потому что, как мне присылали видео, когда самолеты МЧС якобы направлялись для того, чтобы тушить пожары, и да, действительно, они в этом районе кружили. Они зачерпывали воду в одной части реки, пролетев немножечко, сбрасывали в другой части реки. Они не летели в лес, чтобы сбросить туда воду на пожары. Люди, как люди, любят деньги. Ну, так это всегда было. Но такое возможно только в России, друзья. Она страна больших сюрпризов. И натюрмортов, и с пожарами, и со взрывами, и с пропаданием золотых вагонов, буквально сразу прорвало дамбу, и золотой вагон исчез. Так бывает только в России, потому что в России не привыкли спрашивать ни с кого. Мы уже забыли, что такое спросить с чиновника о том, куда же делась тот самый вагон золота. Да растворился он. Вы что, не понимаете? Так скажет чиновник. Он же всех держит за дураков и за лохов вокруг себя. Или вот, как скажем, я сделала ролик, где говорю о том, что вывезли золотой запас из России и вывозят деньги до сих пор. И поскольку народ увидел это на специфическом портале, решили, что этого не может быть. А где вам напечатать, чтобы вы поверили? Ни одно издание на себя не возьмет смелость напечатать такие вещи. Спите, жители Богдан. Вы все киваете на то, что, да, там вот юмористическая такая проза написана и совсем не вывозят золото из России, не вывозят триллионы долларов из России. Нет, конечно. Да его вообще нет в России уже. Если сейчас вывозят остатки, то это значит, что все остальное вывезли уже еще в прошлом году и в позапрошлом. Как добывается в стране, так и вывозится. Добывается, вывозится. А вы представьте мне информацию, где говорится, сколько золота на сегодняшний день в России. Вот где указано, чтобы Центробанк сказал, что именно на сегодняшнюю дату в России столько-то тонн золота и столько-то тонн триллионов долларов хранится в запасниках Центрального банка. Я думаю, такой информации у вас вообще нет и не может быть, потому что чиновники приготовились бежать из страны, и они вывозят последнее. Слепые люди не хотят этого верить. Им кажется, что все это шутки да прибаутки. Да докажите обратное, в конце концов, друзья, что золото не вывезли, что вон оно там в хранилище. Должно же быть где-то бумажное фиксирование того, что это самое золото еще в России, еще пока его не вывезли, но должно же быть где-то, друзья. Вы не найдете этого. А вот о том, что это картинка с какого-то специфического сайта, вам, да, кажется это нормальным. Ну что же, спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно. Спите, жители Багдада, спите, жители Багдад, все спокойно. Революция тоже так подкрадывалась незаметно, незаметно. Многие спали, многие не верили, что вот-вот буря, скоро грянет буря. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Помогайте, друзья, каналу. Я прошу вас, я образовываю вас, я помогаю вам понять ситуацию и прошу вас помощи. Не проходите мимо, помогайте каналу. Субтитры сделал DimaTorzok и в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok